У региона новый губернатор Александр Цибульский приступил к своей работе. С чего начнет молодой управленец и ждать ли объединения с Архангельской областью? Ненасытный начальник, экс-директора Наринмарду Римстрой отправили за решетку. Владимир Низев погорел на липовых договорах. Получил вознаграждение на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей и распорядился указанными средствами по своему усмотрению. Чем запомнился дорожник, который всегда говорил, что в регион он приехал не за деньгами. Кирпичный не значит хороший. Жители одного из домов пытаются заставить работать свою управляющую компанию. На унитаз сесть невозможно. Он аж бегает. Чуть ли не можно. В Архангельск, наверное, улететь. Мы связались с коммунальщиками и задали им вопросы, что они ответили. И она сбежала из Ненецкой общины, чтобы увидеть мир. Папа сказал, что ты никуда не поедешь, после 9 класса останешься в тундре. Я сказала, что папа, я не хочу оставаться в тундре, я хочу учиться, увидеть мир. Кто помог Юлии Лаптандер с поездки в Москву и зачем ученики школы Юнии Пырерки собираются в звездный городок? Об этом мы не только расскажем прямо сейчас. Здравствуйте. Это специальный выпуск программы «События недели». Я Олег Хатанзийский. Владимир Томилов в долгожданном отпуске. Мы начинаем. Сегодня в нашем эфире первое большое интервью временно исполняющего обязанности губернатора Александра Цибульского, которое он дал телеканалу «Россия-24». Запись состоялась в минувший вторник. Уже вечером разговор появился в интернете. Для Ненецкого округа опасно оставаться монорегионом. Это ключевая мысль, озвученная молодым управленцем. Что он имел в виду? Заполярному субъекту нужно слезать с нефтяной иглы и искать другие источники доходов. Цибульский уверен, это реально. Всю прошлую неделю жители региона планически обсуждали возможное присоединение Ненецкого округа к Архангельской области. Многие говорили прямо, мол, уже все решено, это обязательно произойдет. Вообще для Наринмара история привычная, чего только не пишут в социальных сетях. И самое печальное, что люди этому верят. Во вторник новый губернатор заявил, присоединения не будет, регион остается автономным. Прямо сейчас полная версия интервью Александра Цибульского телеканалу «Россия-24». Александр Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас, во-первых, поздравляю с началом работы в качестве исполняющего обязанности главы Ненецкого автономного округа. Спасибо большое. Вот такой вопрос. Какие предметы вы первыми принесли в свой новый кабинет? Что у вас всегда должно быть под рукой во время работы? У меня первое, что я принес, это компьютер и свои телефоны. Потом какие-то документы, которые я заранее подготовил по актуальным вопросам экономического развития и жизни Ненецкого автономного округа, я их положил в качестве справочных. И сейчас в перерывах между совещаниями со своей командой новой я их активно изучаю. К вопросу о компьютере и телефоне. Вот вы себя относите к группе, как сейчас говорят, молодых технократов? Ну, я уже комментировал это понятие, я не считаю слово «технократ» каким-то, имеющим негативный контекст или негативный оттенок. Технократ – это человек, который решает профессиональные вопросы, используя современные технологии. Если подходить к значению слова «технократ» с этой точки зрения, то, несомненно, я себя отношу к технократу. И, наверное, действительно, еще пока весьма молодым. Вы уже после назначения сказали, что не будет скоропалительных эмоциональных кадровых решений. Вы планируете команду в большей степени набирать из местных кадров или кого-то позовете из Москвы? Я до сих пор считаю, что нельзя принимать резких решений, когда ты приходишь на такую ответственную должность. Здесь действительно работает профессиональная команда, которая многое за последнее время сделала для того, чтобы и диверсифицировать экономику региона, и в целом наладила такой системный процесс управления экономикой. Я не сторонник и не хотел бы принимать кадровые решения, которые были бы не связаны с оценкой профессионализма тех людей, которые находятся в своих местах. Поэтому, конечно, я бы исходил из того, что надо максимальный костяк сохранить из тех людей, которые сегодня работают на своих местах, если они готовы продолжать работу, если наше видение цели, ради которых мы это делаем, совпадет. Но если будет необходимость усилить нашу команду людьми из других регионов или из Москвы, имеющих также опыт работы в федеральном правительстве или в каких-то других направлениях, то мы обязательно это сделаем. Но будем всегда всей командой принимать решения взвешенно и посоветовавшись. Вы знаете, сейчас много пишут о том, что вы и некоторые ваши коллеги окончили высшую школу управления при Академии народного хозяйства. Вы могли бы рассказать, каково там учиться, есть ли какие-то особенные предметы и задания? Я на самом деле в Академии народного хозяйства и государственной службы закончил целое, значит, несколько курсов. И я получил там диплом мастера делового администрирования. И потом регулярно проходил там курсы повышения квалификации. И учиться там, в общем, так же, как, наверное, в любом другом ВУЗе, никаких там специфических и особых предметов у нас не было. Абсолютно только те предметы, которые проходят для повышения собственного профессионального качества, профессионального уровня. Я обратила внимание, я к нам приходила на интервью про ректор Академии. Он, например, приводил такие цифры, что учатся с 8 утра до 11 вечера, что очень напряженный график и всесторонняя диагностика, начиная от личных качеств, заканчивая профессиональным. Ну, мне очень приятно, что такой профессиональный подход к профессиональному отбору кадров сейчас. Это, наверное, происходит там в том числе и дистанционно во время обучения. Обучение, курс действительно там всегда достаточно интенсивный. Если ты хочешь учиться, то ты в любом месте делаешь это с полной самоотдачей, и это занимает все твое время. Ну, а то, что касается психологического там или, как вы сказали, личностного изучения, то очень приятно, что это происходит, потому что это крайне важный фактор. На самом деле, я человек, вышедший из военной среды, и когда мы проходили прием на работу и прием на учебу, мы также проходили большое количество психологических тестов и тестов на профпригодность, потому что крайне важно, кто в каких условиях способен комфортно работать. Потому что иногда мы сами до конца не понимаем, на что мы способны, а где нам будет крайне некомфортно, где мы не сможем себя реализовать. Вы сказали, здесь, приехав в регион, что вы привыкли работать много. Это можно сказать некое напутствие коллегам. Абсолютно, да. У меня высокий темп работы, я надеюсь, что все мои коллеги смогут его разделить. Я обратила внимание, что вы обладаете степенью MBA, и еще вы владеете тремя иностранными языками. И вы курировали международные связи сначала в Министерстве регионального развития, затем в Министерстве экономического развития. Вот ваш международный опыт применим ли в какой-то мере в этом регионе для привлечения иностранных инвесторов, еще для каких-то задач? Я, по крайней мере, перед собой ставлю такую задачу. Мне кажется, что на сегодняшний день Ненецкий автономный округ недостаточно представлен на международных рынках. У несомненного округа есть что показать. Это не только крупные иностранные инвесторы, которые пришли бы в отрасль нефти или газодобычи. Ведь Ненецкий автономный округ, он уникален во многих отношениях. В том числе и потому, что здесь живет большое количество коренного населения. Ненецкий автономный округ, это 7 тысяч человек, это практически 20% населения. Ни в коем случае нельзя забывать, что это люди, обладающие особыми компетенциями, которые традиционно вели кочевой образ жизни и свой образ хозяйственной деятельности. Поэтому, конечно, у них есть большое количество предметов промысла, предметов собственного искусства, которые можно было бы продвигать на внешних рынках. Ведь, по сути, что такое сегодня традиционные виды хозяйственной деятельности коренных народов Севера? Это в основном рыболовство, оленеводство. Это те виды деятельности, которые нам на выходе дают высококачественную экологическую продукцию. Вот я, как человек, много лет проживший в Москве, последние годы, очевидно, видел, что рост на такую органическую, экологическую еду, пищу в Москве сильно растет. И люди готовы за это платить деньги даже выше, чем за другие продукты. И более того, не только готовы платить деньги, но и ищут эту качественную продукцию. И вот, мне кажется, в этой нише вполне можно было бы попробовать как раз продвигать продукты, которые производят и эта часть населения округа. Но и эта же продукция может быть востребована и на внешних рынках. Здесь есть какое ограничение, что, конечно, 7 тысяч человек не могут производить объемы, достаточные для того, чтобы перекрыть потребности Китая, к примеру. Но, тем не менее, узкосегментированно выходить в этот рынок на международные рынки можно. Ну и, конечно, надо привлекать и иностранных инвесторов, и, мне кажется, здесь в округе им есть что предложить. А на Ваш взгляд, есть ли в округе какие-то проблемы, задачи, которые требуют немедленного вмешательства? Ну, мне сложно пока сказать со стопроцентной уверенностью. Конечно, я еще слишком недолго нахожусь в должности исполняющей обязанности губернатора. Тем не менее, что сегодня, как из моего предыдущего опыта, мне понятно, и то, что я увидел такие первые впечатления от пребывания в округе. Первое – это, конечно, есть проблема долгостроя. Есть порядка 15 объектов, в которые были вложены приличные государственные деньги, и они на сегодняшний день не завершены и стоят в таком вот полузаконченном состоянии. С ними надо принимать решения, либо их достраивать, либо пересматривать их функциональную принадлежность. В основном это объекты социальной инфраструктуры. В округе очевидная нехватка таких объектов, поэтому сейчас, мне кажется, надо проанализировать, что с ними происходит, и принять решения либо по их достройке, либо по их перепрофилированию, или какие-то иные решения, которые будут оптимальными. Есть вопрос, связанный, конечно, с развитием транспортной инфраструктуры. Вы знаете, что это единственный регион в Европейской части России, который не имеет связи с, как принято говорить, у нас с материковой частью. Мы, по сути, должны сосредоточиться над тем, чтобы строить дорогу, и сейчас этот проект идет. У нас есть проекты дороги на Риньмар-Куссинск, уже первая очередь ее построена, и нам надо сейчас максимально сосредоточиться, чтобы остальные три очереди построить и ввести в эксплуатацию. Это вот я тоже вижу свою основную задачу, и тогда мы, по сути, решим вот эту транспортную изолированность региона, которая сегодня есть. Есть проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы Мирьмарского аэропорта, тоже надо этим заниматься. Есть вопросы, связанные с развитием санитарной авиации, есть вопросы с развитием аэропорта непосредственно как самого комплекса и авиатряда, который там работает. Ведь расстояния в округе, несмотря на его незначительное население, очень большие. И, конечно, основной и зачастую единственным видом связи являются вертолеты, которые, собственно, соединяют населенные пункты. Поэтому наша задача тоже, с одной стороны, донаполнить существующий авиатряд новой авиационной техникой, а с другой стороны, не сделать это бременем для регионального бюджета. И это такая задача, которая называется win-win. Если мы ее решаем, то, с одной стороны, мы обеспечиваем выполнение социальных обязательств перед гражданами, с другой стороны, мы даем возможность авиатряду участвовать в конкурсах для крупных нефтяных компаний по доставке их работников на нефтяные платформы и другие труднодоступные места. И таким образом, через эти контракты, мы можем делать это предприятие приносящим прибыль, в том числе в региональный бюджет. Что мне бросилось в глаза за сутки пребывания в городе? Конечно, городская среда города Нарьян-Мар оставляет желать лучшего. Дороги не самого хорошего качества, газоны, честно говоря, в плачевном состоянии. Это не вина, просто надо этим сейчас заниматься. И я тоже для себя вижу это очень важной задачей. При том, что, может быть, кто-то скажет, что это просто из серии «Чтобы сделать красиво». Но, действительно, это очень важно. Здесь непростые климатические условия, и люди вокруг себя должны видеть красивую картинку, если хотите. Потому что я глубоко убежден, что окружение, оно определяет сознание. И для того, чтобы люди чувствовали себя немного более счастливыми, они должны, выходя на улицу, видеть красивую, комфортную городскую среду. И я для себя это тоже вижу в качестве первоочередной задачи и хотел бы этим заниматься. Но это все мое видение. Я, в первую очередь, хотел бы, чтобы мы строили наше... Чтобы мы, как правительство, как органы власти округа, строили, конечно, свои... Или принимали свои решения, исходя из желаний жителей. И мы сейчас будем налаживать систему прямого контакта, прямого общения. И мы, конечно, будем по всем этим инициативам, в первую очередь, советоваться с гражданами. Если они будут с нами согласны, то мы будем реализовывать эти проекты в первоочередном порядке. Если они, живущие здесь много-много лет, понимают и считают, что что-то другое надо сделать в первоочередном порядке, то мы, конечно, будем корректировать наши планы. Скажите, как вас встречают? Все-таки вы гости издалека, москвич? Вы знаете, меня встречают очень тепло. Вообще, вот за то время, которое у меня было, я имел немного общения, но с теми людьми, с которыми я пообщался, я увидел для себя не суровых, закрытых, зимних, северных людей, а я увидел добрых, открытых, готовых к общению, готовых рассказать о своих проблемах, своих достижениях людей. Мне очень нравится. Возвращаясь к экономике региона, вы рассматриваете перспективу объединения Ненецкого округа и Рафангельской области? Я скажу вам честно, я много раз слышу, здесь, вообще на территории Ненецкого автономного округа, этот вопрос очень волнует всех жителей. Вот я могу официально сказать, что мне такой задачи, когда президент назначал меня исполнительными обязанностями, не ставилось. И никто либо из моих руководителей в Москве такую задачу передо мной не ставил. Поэтому я точно не занимаюсь развитием округа для этой цели или в этом направлении. Мне хотелось бы еще затронуть тему освоения арктического шельфа. Вы и раньше этой темой занимались, а здесь она важна для всего региона. Что вы думаете об этом? Какие могут быть ключевые проекты? Ну, я думаю, что развитие шельфа – это, конечно, очень перспективное направление. И еще работая в Министерстве экономического развития, мы разработали целую дорожную карту по снятию административных и иных барьеров, для того, чтобы сделать работу компаний и на шельфе, и в арктической зоне в целом более комфортной. Сейчас у меня есть возможности и инициативы, которые мы вместе с компаниями и регионами тогда погрузили в эту дорожную карту, постараться реализовать на месте. Конечно, здесь есть проекты, которые находятся в разной степени готовности. Это и платформа «Барандей», это и «Приразломная», которая также относится к Невинскому автономному округу. Это и перспективный проект по Печори и СПГ. По нему еще нет окончательного решения, но тоже это тот проект, который мог бы реализоваться. Это и проект по развитию глубоководного незамерзающего порта Индига, который мог бы стать тоже частью Северного морского пути и взять на себя и функции по отправке добытых углеводородов и иных, может быть, полезных ископаемых и в страны Азиатского, Тихоокеанского региона, и в европейскую часть страны. Проектов много, поэтому есть чем заниматься. И, конечно, сегодня для нас проекты, добычные проекты на шельфе крайне важны. Вообще на сегодняшний день регион имеет очень специфическую структуру экономики. Он, с одной стороны, на две трети состоит. Это даже и экономики, и занятости. Если брать экономики, то больше 90% это, конечно, доходы, непосредственно связанные с добычей нефти. И в этом плане это просто жизненно необходимо сейчас заниматься диверсификацией этого направления. Просто это, если я бытность свою замминистра экономического развития, занимался проектом развития моногородов, был к нему тоже причастен. Так вот здесь в определенной степени монорегион. И монозависимость, она всегда очень опасна, потому что в хорошие конъюнктурные времена это твое конкурентное преимущество, которое, правда, тоже заставляет тебя меньше работать, потому что у тебя слишком все хорошо становится. А если вдруг меняются макроэкономические и внешние условия, то это становится катастрофой, потому что тебе нечем заместить те доходы, которые были. Колебания цен на нефть и сразу... Конечно, они крайне чувствительны для региона. Регион, конечно, просто впрямую зависит от цены на нефть и даже еще и на цену на курс доллара, потому что часть доходов исчисляется по соглашению о разделе продукции в долларах. Это первое, поэтому крайне важно диверсифицировать и привносить новые отрасли, новые сектора экономики сюда. С другой стороны, здесь очень специфическая структура и занятости. На две трети регион состоит из работников бюджетной сферы. По сути, государство и регион здесь являются основным работодателем, поэтому надо очень аккуратно относиться ко всем вопросам, в том числе, связанным с сокращением людей. Если мы принимаем решения по оптимизации того или иного направления, мы сразу должны думать, какие другие отрасли смогут абсорбировать тех людей, которые окажутся на улице. А оставшиеся треть – это, по сути, работники крупных нефтяных компаний, чьи представительства здесь находятся. И совсем немножко это представительство малого и среднего предпринимательства. Поэтому надо нацелиться на развитие малого и среднего бизнеса, что здесь тоже будет не очень просто, понимая те количественные ограничения людей, которые есть. Здесь просто живет немного людей, поэтому нету достаточного внутреннего рынка для полноценного развития малого и среднего предпринимательства. Но, тем не менее, мы будем смотреть и стараться сейчас нащупать те направления, которые могли бы быть оптимальны для развития такого непростого и специфического региона. И разрешите заключительный вопрос. Для примера, как будет строиться ваш завтрашний рабочий день, пока вы входите в курс дела? У меня есть план, значит, наверное, не завтра, а послезавтра слетать в один из отдаленных районов. Там как раз строится ферма. Вообще сельское хозяйство тоже развивается в округе довольно активно, поэтому я хотел бы посмотреть ферму крупного рогатого скота, который предполагается к строительству и открытию. Но это, наверное, послезавтра. А завтра все-таки я бы весь день хотел провести в разговорах со своей командой, для того, чтобы по каждому направлению уже более детально, глубоко понять, что было сделано, в каком мы сейчас находимся моменте и какие перспективы они видят для развития тех направлений, за которые они отвечают. То есть, видимо, в достаточно аскетичном кабинете с компьютером, телефоном, бумагами и совещанием. Да, я, честно говоря, вообще сторонник, чтобы в кабинете не было ничего лишнего. Так же, как и на столе. У меня, вы знаете, очень некомфортно работать, когда стол завален ненужными вещами. Поэтому у меня, как правило, на столе лежат только те документы, с которыми я работаю. И одновременно дисциплинирует, потому что это показывает, сколько тебе еще надо доделать для того, чтобы уйти домой. Домой я стараюсь уходить, чтобы стол был чистый. Ну да, как вы говорите, окружение определяет сознание в кабинете тоже. Спасибо вам большое, что нашли время. Было интересно. Спасибо за беседу. Спасибо большое вам. Я напомню, к своим обязанностям Цибульский приступил в понедельник. Тогда его официально представили в качестве губернатора с приставкой в Рио. Сделал это полпредпрезидента по северо-западному федеральному округу Николай Цуканов. Впрочем, в регион он приехал не только, чтобы зачитать указ президента. В августе высокопоставленный чиновник посетил недостроенную школу в поселке Красное. Ситуацию там он написал двумя словами. Вопиющее безобразие. И обозначил перед строителями и заказчиком объекта срок. Если 30 сентября образовательное учреждение не распахнет свои двери, наказаны будут все. Уезжая из Наринмара, Цуканов сказал, что обязательно вернется. В понедельник, сразу после прилета в столицу региона, полпредпрезидента и новый губернатор отправились в национальный поселок Красное, чтобы посмотреть, выполнено ли поручение Цуканова. В населенном пункте работала моя коллега Алина Баучейская. Алина, приветствую тебя. Расскажи, принял ли полпред новую школу? Здравствуй, Олег. На самом деле школу открыли еще 28 сентября, то есть подрядчик в сроки уложился. Что же касается повторного визита Николая Цуканова, то в принципе полпред остался доволен выполненной работой. Правда, без замечаний не обошлось. Напомню, согласно государственному контракту, здания образовательного учреждения должны были ввести в эксплуатацию еще в 2014 году. Но по ряду причин акта приемки объекта подписали только на прошлой неделе. За парты в новом доме знаний сели 215 учеников. Что сказал полпред, осматривая школу, и кто уже наказан за неоднократный срыв контракта, узнаете из нашего материала. Что здесь сделано, какая работа выполнена? Работы выполнено очень много за последний месяц. Экскурсию по новому объекту полпреду проводит директор Красновской школы. Первым делом Николай Цуканов оценивает здание и прилегающую территорию снаружи. За благоустройство школьного двора полпред ставит твердую четверку. Кровля, по словам подрядчика, заменена, дорожки заасфальтированы и даже засеян газон. В общем, все нарушения устранены. После внешней проверки самое время оценить начинку образовательного учреждения. В целом, картина приемлемая, несколько некритичных замечаний к цвету стены и торчащим проводам, а дальше инспектирование учебных классов. Выбор цветов и, соответственно, нужно писать. Интерактивным оборудованием в этой школе оснащен едва ли не каждый кабинет. Цуканов этим фактом остался доволен. Правда, обратил внимание педагогов на то, что новые технологии должны быть не только для галочки. Для обучения детей все инновационные ресурсы необходимо задействовать в полной мере. Конечно, нужно их использовать. Только так, чтобы они не висели просто как доска. Подращены деньги. Надо использовать программные продукты, найти обязательно. Их же много сейчас. Программ очень много. Они более интересные. Дети будут воспринимать по-другому совершенно ваш предмет. Заглянул Николай Цуканов и на урок к красновским ребятам. Там полупредпрезидента лично удостоверился. Новым домом знаний здесь доволен абсолютно каждый. Нравится вам школа? Да, нравится. А лучше? Все нравится? Спортом ездить заниматься? Кружки? Есть, да? Ну, хорошо. Вот у вас, коллеги и ребята, новый исполняющий обязательство губернатора. Вот запомните его в ближайшее время. Он будет вместе с вами стараться делать Ненецкий округ хорошим местом для жизни, для отдыха, для учебы. Здесь тысячи квадратных метров под образовательный процесс. Новое здание может вместить до трехсот учащихся. Три этажа с большими кабинетами, лаборантскими, актовым и спортивным залами. Помещение для физкультуры почти готово. Не хватает лишь волейбольной сетки, каната и так называемых шведских стенок. Подрядчик в лице Романа Мазголина пообещал устранить нехватку спортинвентаря в двухнедельный срок. Как только это произойдет, в зале заработают секции и кружки. Вот буквально на этой неделе у нас утвердится расписание. И будут отдельно заниматься первые и вторые классы подвижные игры для мальчиков, для девочек отдельно. Третьи и четвертые классы отдельно будут заниматься. И с пятого по одиннадцатый класс ребята будут заниматься спортивными играми. Ну и как и осталось у нас по лыжной подготовке была секция лыжной подготовки и занятие военно-патриотического клуба «Поиск». Как раз таки вот сейчас свои залы появились, сейчас мы немножко посвободнее будем. Проверке подвергся и школьный столовый комплекс. Напомню, во время августовского визита у полпреда возникли вопросы относительно хранения нового оборудования для готовки и обработки еды. Впрочем, сегодня школьная столовая работает без нареканий. Повара довольны. Пока еще суматоха такая, но в целом рады. Еще не привыкли, но привыкаем. Здесь условия намного-намного лучше. В новой школе в поселке Красное сегодня рад абсолютно каждый. Это их родители, учителя, чиновники и, конечно, дети. Объектом остался доволен и временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский. Он также пошел в число проверяющих. Есть над чем работать. И в первую очередь над тем, что школа – это не только процесс образования, это должно быть местом, где есть еще и возможность для внеклассного времяпрепровождения, чтобы это было центром притяжения для молодежи. По сути, здесь формируется личность человека. И то, как она здесь будет сформирована, такое будущее будет и у поселка, и у округа. Поэтому мне в целом понравилось, но мне бы хотелось сюда привнести те современные технологии, те современные подходы, которые сегодня есть в лучших школах. Инновации в Красновской школе – теперь дело регионального департамента образования. Пользуясь случаем, Николай Цуканов еще раз напомнил местным чиновникам. Трата бюджетных денег – дело весьма ответственное и требующее особого контроля. Как попало, спустя рукава нельзя строить объекты, тем более для детей. Вообще, в принципе, государственным деньгам нужно относиться как к своим личным. В доме же ты не допускаешь себе вот так, пусть трещина идет, пусть не тот фонарь висит, или в стене простробить дыру просто так и оставить, а дыру не заману. Дети ждали эту школу не один год, учились в приспособленных условиях. Это, конечно, жуткая картина, но к ней не будем возвращаться. Главное, что сегодня школа запущена. Уже точно известно, виновники столь затяжного строительства понесут наказание. В отношении заказчика в лице Олега Холодова возбуждено уголовное дело за доведение школы до состояния долгостроя. Так что теперь в списке замороженных объектов Ненецкого округа одним стало меньше. Отныне маленькие жители Красного будут грызть гранит науки в современном здании, соответствующем всем образовательным стандартам. Алина Волчейская, Вадим Стасюк. События недели. Поселок Красное. Алина, ну вот Холодов уже наказание понесет, а как ты думаешь, стоит ли ждать новых уголовных дел? Сказать на самом деле пока сложно. Известно лишь, что Цуканов уже поручил местным правоохранителям проверить подрядную организацию, компанию ЛЕРО, и по некоторым данным на определенных руководителей уже заведены уголовные дела. В общем, время покажет. Спасибо. Это была моя коллега Алина Волчейская, а мы продолжаем. Минувшую среду огласили приговор бывшему директору главного дорожного предприятия Ненецкого округа. Следователи доказали, Владимир Низьев, будучи руководителем на Рейнмар-Доремстроя, проворачивал денежные махинации. Уголовное дело в отношении него возбудили 10 мая этого года. О старой коррупционной схеме и липовых договорах дорожника со стажем расскажет Надежда Хабаруа. В Ненецком округе о нем заговорили в ноябре 2014-го. Именно тогда Владимир Низьев, приехав из Петербурга, возглавил государственное предприятие на Рейнмар-Доремстрой. Новый руководитель сразу произвел впечатление грамотного и опытного дорожника, которого, кстати, крайне не хватало нашему региону. В этом году планируем сдать дорогу до моста с обстановкой, со знаками, с барьеркой. Это почти 5 километров. И следующий год, то есть остальная сдача всей дороги до 15-го, то есть пикеты. Впрочем, проработав в округе несколько лет, Владимир Низьев доказал свой высокий профессионализм. Именно во время его правления Нринмар-Доремстрой приступил к таким масштабным проектам, как реконструкция главной столичной дороги Нринмарыскателей и первый этап ремонта Октябрьской улицы. Кроме того, благодаря совместной работе с органами власти удалось добиться возобновления строительства дороги на Усинск. И все бы хорошо, но, видимо, денежного довольствия за свой труд Владимиру Низьеву было недостаточно. 10 мая этого года на основании материалов проверки сотрудников регионального отдела ФСБ в отношении бывшего директора ДРСУ возбудили уголовное дело. В ходе проведенного предварительного расследования было установлено, что руководитель данного предприятия, используя имеющихся в его распоряжении ксерокопии паспортов граждан РФ, заключил от их имени фиктивные трудовые договоры на выполнение работ и оказание услуг на территории Ненецкого автономного округа. Липовые сотрудники оказались жителями Ленинградской области. Кстати, в Ненецкий округ они вообще не приезжали. По фиктивным трудовым договорам лжеработники должны были вырубить кустарник вдоль Лаевожской дороги, которая, к слову, так и продолжает расти. За выполненную работу им полагалось денежное вознаграждение. В общей сумме это 1 миллион 700 тысяч рублей. Владимир Низьев, уверенный в успешности своей аферы, получил эти деньги из кассы предприятия и потратил на свои нужды. Спустя какое-то время бывшего руководителя задержали в аэропорту Наринмара. Он сознался во всем и даже сотрудничал со следствием. И буквально вчера в городском суде окружной столицы ему был оглашен приговор. По результатам рассмотрения дела Низьев Владимирович признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован путем подачи апелляционной жалобы через Наринмарский городской суд в суд Нинецко-автомного округа. За свою денежную махинацию Владимир Низьев проведет в тюрьме 3 года. А в список коррупционеров Нинецкого округа можно смело вписывать еще одно имя. Надежда Хабарова, Игорь Тарасевич, События недели. Сейчас переходим к теме ЖКХ. На этот раз тревогу бьют жители одного из домов на улице 60 лет СССР. Собственники пытаются добиться от управляющей компании ремонта единственного подъезда. За почти полвека он пришел в ненадлежащее состояние. Кроме того, опасения у людей вызывают и фасад жилого строения. Какова вероятность того, что хозяйственники решат проблемы, выяснял мой коллега Иван Кутенников. Этот дом был сдан в эксплуатацию в 1974 году. С тех пор его ни разу не ремонтировали, но он уже буквально сыпется по кусочкам. А капитальный ремонт только через 7 лет. Местные жители регулярно обращаются в управляющую компанию с просьбой провести частичный ремонт здания. А именно, навесы над ходом в дом, с которого осыпается бетон. Само крыльцо сильно осело, необходимо заменить и старую дверь в подъезд. К нему, в общем-то, у жильцов тоже много вопросов. Внутри постоянный холод, со стен осыпается штукатурка. И хотя летом коммунальщики, по словам собственников, какие-то работы и проводили, но до конца дела не довели. Они обкопали вокруг дома, значит, самое, сделать заливку. Прошло времени очень, ну, много, и так до сих пор ничего не сделали. Сейчас же октябрь, это с 15 мая столько времени прошло, все лето прошло. И никому нет никакого дела. Обращалась я к мастеру Валерию Федоровичу, значит, да самое. С ним говорилось, сделаем, сделаем, сделаем. Никто ничего. Я же там к ним, как к себе домой хожу. Вот чуть ли не каждый день прихожу, прихожу, говорю, все-все обещают, но никто ничего не делает. Сейчас из-за частых дождей сточные воды уходят под дом, поэтому из подвала поднимается неприятный запах. Он ощущается даже на втором этаже. А ведь с первым снегом воды в цоколе станет еще больше. А зловония, соответственно, еще сильнее. Жильцы невесело шутят. Они тут словно часовые. С утра открывают входную дверь нараспашку, чтобы в подъезде хоть немного проветрилось. А вечером закрывают, чтобы не замерзнуть. А скоро уже и первые морозы. Цоколь у нас обвалился. И у меня первый этаж пополам там гуляет, просто в воздух гуляет. А сейчас они еще все это откопали, как бы лишнюю зиму. И там вообще вот так палка туда проходит. И запах это понятно идет. Но ведь холод же, зима наступает. Мы что, в валенках будем ходить? Вот это вот меня больше всего удивляет. Почему нет никакой даже жалости к людям, что которые будут тут, живут, на зиму останутся. Вот это больше всего возмущает. Уже нам столько этого обещали, обещали. Жители дома недоумевают. Квитанции на капитальный ремонт собственники получают каждый месяц. Но он еще не скоро. Так неужели нельзя провести хотя бы частичные работы? Мы платим за этот капитальный ремонт. Если не заплатишь, уже проценты идут. Как же обязательно? Человек не заплатил вовремя, значит с него проценты уже идут. А почему же мы капитальный ремонт не могут сделать нам? И отремонтировать нормально хотя бы снаружи. И думаю, чтобы люди жили нормально. Сами-то в хороших квартирах живут, поживают. Генеральный директор управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, общаться с нами на камеру отказался, но дал свои комментарии по телефону. Во-первых, он рассказал, что частичная реконструкция здания уже проводилась. А во-вторых, это самое главное заверил. Все остальные незавершенные ремонтные работы проведут уже в ближайшее время. Поменяем входную дверь. Она однозначно у нас стоит, это самое, да, потому что она там никакая. То есть козырек мы отремонтировали, там гидроизоляцию уже сделано. Сейчас нужно на ней сделать крышу над козырьком. То есть это все однозначно мы делаем. Вот в ближайшее время сейчас материалы, нужны материалы. В июне вентиляцию мы сделали у них в этом доме. Отмоску тоже вот сейчас вот у них сделали, откопали, то есть гидроизоляцию. То есть исполняли подписание, то есть поясним домом. То есть фасад кирпичный в прошлом году у них восстанавливали, сделали. Я понял. То есть ориентировочно когда жителям ждать все-таки, да, доведения всего до конца. Да, вот козырек, подъезд, навес, вот это все. Я думаю, что в течение двух недель. Вы сказали, будут закуплены материалы, то есть работы произведены. Это все вместе вы уже считаете? Да, естественно, конечно. Теперь жителям дома остается только надеяться на добросовестность руководства управляющей компании. Если все обещания останутся лишь на словах, людям придется зимовать в крайне непростых условиях. Иван Кутейников, Игорь Тарасевич. События недели. Идем далее. До конца октября парк судов на Рейнмарского авиаотряда пополнится еще одним вертолетом. Машину построили на Казанском авиационном заводе. Новый Ми-8 будет исполнять роль летающей кареты скорой помощи. Это уже второе воздушное судно, которое ненецкие авиаторы приобретут в рамках федеральной программы по развитию санавиации. Первая «восьмерка» поступила на баланс предприятия в середине августа и уже задействована на выполнение санитарных рейсов. В один из них на этой неделе отправилась и наша съемочная группа. Когда за сотни километров от цивилизации ждут помощи, Небесная-03 на всех парах мчится в назначенное место. Сегодня борт санавиации летит в оленеводческое стойбище. Буквально на минуту вертолет садится в национальном поселке Каратайка, там забираем проводника. Именно он будет показывать путь к месту стоянки кочевников. Спустя полчаса в иллюминаторе появляются очертания чумов. Приземлилась финтокрылая скорая прямо посреди тундры. Здесь болотистая местность, а потому у фельдшера совсем немного времени, чтобы оказать первую помощь. Доктор спешит к жилищу кочевников. В помощи нуждается оленевод, который накануне в ходе застолья присел на осколок стекла и серьезно повредил, скажем так, самое неподходящее место. После осмотра пострадавшего фельдшеру становится ясно. Рана не смертельная, впрочем, стационарное лечение мужчине не помешает. В принципе, рана не серьезная, но как бы зашивать надо. Кровотечения нет. То есть в госпитализации мужчина нуждается, да? Ну, как бы да. То есть рана я сейчас обработал, сделал обезболивающее соответствующее. Жить будет. Как оказалось, позже, будь Ненецкое стойбище в наземной доступности к Большой Земле, можно было бы обойтись без санитарного рейса. Чаще всего такие вот истории случаются из-за отсутствия в местах кочевий мобильной связи. Больного усаживают в небесную 0.3, и воздушное судно отправляется в столицу Ненецкого округа. Это уже десятое санзадание, выполненное на новом вертолете, предназначенном для вылетов по неотложке. Эта модификация Ми-8 разрабатывалась специально для арктических территорий. Помимо съемного медицинского модуля, винтокрылая скорая оборудована системой точного захода на посадку, локаторами и прочими системами безопасности, которые в условиях Крайнего Севера при непредсказуемой погоде просто необходимы. Оборудована система БМС, значит, бортовая многофункциональная система. Это, по сути, GPS. Локатор у нас имеется, контур называется. Он связан как раз с этим БМС и позволяет выполнять большинство этих навигационных задач с радиолокационным контролем. То есть опасные метеоявления, допустим, обледенение, осадки, грозы, вздых ветра даже он показывает. И выводит линию пути нам, расстояние до населенного пункта. В общем, значительно облегчает задачу навигационную. Летит четко, быстро, везет. Комфортно, в общем. Мы сами ощутили, что меньше вибрации, потому что тут виброгаситель стоит. Еще одна летающая реанимация приземлится в Наринмаре в конце октября. Оба вертолета авиаотряд приобрел на условиях льготного лизинга в рамках федеральной программы по развитию санавиации. В ней участвует 34 региона России. Объем необходимых средств рассчитан Минздравом, исходя из заявок субъектов с учетом стоимости дежурства воздушного судна и летных часов. Проект позволит ускорить сроки поступления экстренных пациентов из отдаленных уголков в медицинские учреждения более высокого уровня. Алина Волчейская, Игорь Тарасевич. События недели. Ненецкий автономный округ. Ну и в завершение выпуска. Познакомиться с космосом поближе предстоит ученикам Ненецкой школы имени Пырерки. Их пригласили в звездный городок. А началось все с обычной викторины. На ней ребята показали хорошие знания, ответив на большинство вопросов, заданных представителями космической отрасли. Кто именно поедет в закрытый военный город, пока не ясно. Впрочем, две кандидатуры уже утверждены точно. Школьники до сих пор не могут поверить, что скоро они лично побывают в центре подготовки космонавтов. Со счастливчиками встретилась наша съемочная группа. У них радиосвязь была, и она плохая. Там был просто услышанный ураган. Все начали паниковать, что нужно срочное приземление. Девятиклассник Савелий Соболев о планетах и звездах всегда говорит с интересом. В детстве, как и многие другие ребята, он мечтал стать космонавтом. Поэтому ответить на вопросы тематической викторины в Ненецкой школе ее провели гости Всероссийского фестиваля «Артика. Дети космос». Молодому человеку из Бугрино не составило труда. Юноша набрал больше всех баллов. Я раньше очень много читал, смотрел телевизор и увлекался космосом где-то, наверное, лет до девяти. Это стать космонавтом, но потом почему-то забросил эту идею. Хотелось полететь на какую-нибудь другую планету, узнать, есть там ли жизнь. Сотрудники звездного городка захотели поближе познакомиться с Абелием. Когда они узнали, что скоро группа ребят из школы имени Пырерки отправятся в Москву, то обрадовались этому событию и пригласили детей в гости. Директор образовательного учреждения приглашение, конечно же, приняла, когда еще ребята побывают в Центре подготовки космонавтов. Но только делегация пока не набрана. Утверждены лишь кандидатуры двух человек. Это Савелий Соболев, победитель викторины, и Игорь Понасенко. О том, что скоро он поедет в звездный городок, юноши сообщили только сегодня. Подумал лишь об одном. Наконец-то заметили. Билет в столицу региона ему достался за успехи в спорте. С 5 по 9 класс занимался северным многоборьем. Был призером, победителем округа. Игорь, как и Савелий, тоже из Бугрино. Сегодня молодой человек увлекается боксом. В мае он стал победителем регионального чемпионата. Руководитель ненецкой школы признается, в заветный список попасть не так просто. В столицу России – звездный городок. Поедут те, кто отличился в учебе, спорте, общественной деятельности. Или человек просто активист. Например, постоянно участвуют в различных мероприятиях. Поездку в Москву профинансируют статуи Ласса. Это крупнейшая ментегазовая компания Норвегии. С ней образовательное учреждение сотрудничает вот уже 5 лет. В этом году предприятие выделило школе порядка полутора миллионов рублей. Многие из детей были в отпуске. Но проездом, как это всегда бывает, в Москве в одном аэропорту перелетели. И все, и Москва осталась за бортом. А здесь ребята окунутся в московскую жизнь. Сами своими ногами пройдут Москву. У нас нет никаких машин, трансфертов. Мы пользуемся метро. Мы учимся ездить в метро, ориентироваться по Москве. В Москву ребята летали и в прошлом году. Юлия Лаптандер тогда впервые в жизни побывала за пределами родного региона. Говорит, эмоции самые яркие. Огромный аэропорт, метро и много людей. Было немного страшно, но страх быстро прошел. Та поездка Юле запомнилась навсегда. Ведь все свое детство она провела в бескрайней тундре. Год назад девушка покинула общину. Несмотря на то, что родные были против. Мне не нравилось жить в тундре, потому что жизнь в тундре, она очень однообразна. Вот каждый день почти одно и то же делается. А я хотела разнообразить свою жизнь, хотя родители были очень против этого. Папа очень сказал то, что ты никуда не поедешь после 9 класса, останешься в тундре. Я сказала отцу, папа, я не хочу оставаться в тундре, я хочу учиться, увидеть мир. Сейчас она ученица 11 класса. После школы планирует поступить на учителя немецкого языка. Девушка владеет им совершенствия. Как там будет? Здравствуйте. Сегодня я выступал на телевидении по-ненецки. Примерно. Мы декляли 7-й вместе с телевидением. Те, кто скоро отправится в звездный городок, как минимум это 10 человек, ожидают экскурсии, встречи с известными летчиками и другими интересными людьми. Кто знает, может быть после этой поездки Савелий Соболев вновь захочет стать космонавтом. Окончательный состав делегации, которая отправится в Москву, и в звездный городок руководство школы определить чуть позже. Сама поездка запланирована на октябрь-ноябрь. Ну а те, кто уже точно полетит, сейчас с нетерпением ждут рейса на Ринмар-Москва. Олег Танзейский, Вадим Стасюк. События недели. Это был специальный выпуск программы События недели. Увидимся ровно через неделю в это же время на телеканалах Север и Россия 1 на Ринмар. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!